Растут доходы, сокращаются долги, снижается уровень безработицы. Подробную дорожную карту главе республики сегодня представили власти Яльчиковского района. У муниципалитета немало сильных сторон, но есть и нерешенные вопросы. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Той синемы, синего поколения! Той синемы, научные решения! Главу региона во дворце культуры села Яльчики встречала дружная команда волонтеров и кадет. Михаил Игнатьев отметил, что у ребят есть все шансы стать воспитанниками учебного корпуса имени Кочетова. Его строительство ведется по графику и уже в сентябре прозвенит первый звонок. Молодежь постарше сегодня получила свидетельства, которые подтверждают их право на стипендии главы республики. Итоги развития муниципалитета обсуждали в расширенном составе с местными депутатами, руководителями предприятий и аграриями. Доброе слово в адрес сельхозтоваропроизводителей сказал Михаил Игнатьев. В районе увеличились объемы выпуска продукции. В Яльчиках не допустили и снижение закупочных цен на молоко. В Яльчском районе все сборщики молока не снижали цену ниже 15 рублей. В отдельных районах там 13 рублей, 14 рублей. Еще одна сильная сторона муниципалитета – увеличение товарооборота в рознице. Конкурентная среда создана и в районном центре, и на территории сельских поселений. И у людей есть право выбора. Республиканскую власть настораживают демографические показатели. Смертность в муниципалитете сейчас превышает рождаемость. В сфере медицины района остро стоит и кадровый вопрос. У нас сейчас потребность в земском фельдшере, то есть один человек, одну физлицу нам нужно. По врачебному амбулаторию. Врачебная амбулатория у нас 7 с кабинетами врача. Я была на ярмарке вакансии, когда устраивала медучащие в Чавоксарах. Но к нам обещали двое девочек приехать. Президент России принял тоже болевое решение, и этого тоже никогда не было. Доходы муниципалитета должны постоянно увеличиваться. Резерв пополнения бюджета, своевременная плата за аренду земельных участков и борьба с неформальной занятостью. На территории района 3262 жителей не осуществляют деятельность именно в районе. Район мог получить дополнительно 31 миллион рублей. Перспективы развития муниципалитета с его руководителями Михаил Игнатьев обсудил на рабочей встрече. До конца этого года властям района предстоит реализовать 15 приоритетных программ. Продолжится модернизация клубов, строительство ФАПов и ремонт дорог. Необходимая сумма в бюджете уже заложена. Дмитрий Ковалев и Денис Ноздрюхин. Республика.